Всем привет! Хотел, конечно, сказать всем хорошего дня, но язык не поворачивается. Я, друзья, ненавижу свой язык, свою русскую речь, которая течет из моих уст уже вторые сутки. Мне противен этот язык, на котором я проговорил практически всю свою сознательную жизнь. Да, как образованный человек я, конечно, владею не только русским языком. Я дуже добрый владею украинскую мову. Более не менее хорошо владею немецким языком, немножко английским. Уже сутки, как орки ботоксного кремлевского карлика топчут мою землю. Это тяжело. В современном мире сильные мира сего должны решать все конфликты мирным способом. А силу применяют только слабые. Вот, посмотрите, друзья, какая ненависть у кремлядей к Америке. Но даже мысли они не поднимают на то, чтобы напасть на США. Или хоть каким-либо образом навредить США. Полтора процента мирового ВВП не способны сутки продержаться против такой страны, как Америка. Но очень плохо, когда сумасшедший получает ядерную дубинку. Кто в этом виноват? В первую очередь виноваты вы, русские. Это вы недосмотрели. Это на вашу землю пришел дьявол. Это с вашей земли русские молодые орки топчут сейчас мою родную землю. Я родился возле Киева, в городе Полесское. Сейчас это Чернобыльская зона. Учился в Белоруссии. Один год. Потом, из-за того, что у меня мама и папа были ликвидаторами на Чернобыльской атомной станции, у них очень сильно ухудшилось здоровье, особенно у мамы. И мы вынуждены были резко сменить климат и переехали в Харьков. С 18 лет, друзья, я постоянно, без остановки, разговариваю на русском языке. До этого момента у меня все было смешано. За это время я объездил всю Украину. От запада до востока, из севера на юг. Никогда, ни одного раза, нигде и ни при каких обстоятельствах я не чувствовал себя униженным из-за того, что я русскоговорящий. Таким образом, я один раз и навсегда хочу снять одну из тех проблем, которую вам, сидящим в России, вбили в голову. Никогда в Украине такой проблемы не было. Мы свободная сторона, мы говорим на том языке, на котором мы говорим. У нас есть наш национальный язык, у нас он прописан в Конституции, но никто не запрещает тебе общаться на том языке, на котором ты хочешь. И никогда до этого не запрещал. Сейчас идут тяжелые бои, потери с двух сторон. Я понимаю, что многие в России не видят видео пленных мальчиков, не видят видео разорванных трупов, их солдат. И, конечно же, они видят только то, что им показывают. То видео, которое я сбрасываю тем немногочисленным друзьям из России, которые у меня остались там, и которые более не менее трезво мыслят, они, конечно, в шоке. Как и, я надеюсь, очень много людей в России, которые вчера, не побоявшись своего ботоксного начальника, вышли на площадь. Я очень надеюсь, друзья, что это только начало. И именно вы способны на сегодняшний день свергнуть этого кремлевского дьявола. Он не будет собственной ядерной дубинкой бить по Москве. На вас основная надежда. Я хочу сказать вам, тем, кто вышел вчера на улицы российских городов, большое-большое спасибо. Но этого мало. Наращивайте мощность, так как наращивали это в Украине в 2014 году. Если бы мы тогда не сломали нашего зэка, мы бы сейчас были за дворками России. Страной с диктатором, с беззаконием. И махали бы вместе с вами ядерной дубинкой западу. Так как ничего своего мы не имеем. Да, вернее, как ничего своего мы не имели бы. Слава Богу, на данный момент у нас есть всё. А всё, друзья, это свобода. Свобода для человека. Это самое главное. Теперь я хочу всё же рассказать, ещё немножко зацепив тему русских. Извините, ребята, но те русскоязычные, которые меня слушают из России, естественно, или которые прибыли из России здесь, в Германию. Я хочу вам задать один вопрос. Это я спрашиваю тех, кто приехал сюда, в Германию. Почему вы, многие из вас, очень многие из вас, у меня даже такое ощущение, что большинство изрыгаете желчь, живя здесь, в безопасности, в достатке в этой стране. Если кто-то думает, что я придумал, посмотрите комментарии под моим видео. Злость и ненависть к Германии, даже тех проживающих русских, здесь, на территории, огромная. Из чего я могу сделать лишь один вывод. Вы природно ненавидите всё, что с вами связано. Вы завистливы и хотите только того, чтобы другим было хуже. Вам история предоставляла множество раз шанс вырваться из этого говна, встать, наконец-то, с колен. Хотя бы привстать с колен, то есть, стать хотя бы раком. Это уже наполовину продвинуло бы вас. Потому что нужно бы было только выпрямиться. Вместо этого вы расползлись по странам, по бедным, загнивающим, законным странам Запада. И продолжаете здесь писать мне в комментариях, как вы здесь всё ненавидите. В какой тюрьме я здесь живу. Что я здесь прожил очень мало. И очень мало ещё знаю Германию. И уже совсем скоро я пойму, что это такое. Какая тюрьма. У меня к вам вопрос. Какого хрена вы здесь сидите тогда? У вас есть свободная, огромная страна. Валите к медведям. Валите к медведям. Так не должно быть. Если вы находитесь в этой стране, уважайте законы этой страны. Если вы живёте в этой стране, уважайте законы в этой стране, уважайте правительство этой страны, не прославляйте злобного карлика, который ждёт и видит, как бы эту страну уничтожить. Вы думаете, он на Украине остановится, если Украина падёт, следующая Польша и следующая Берлин. Если вы думаете, что НАТО заступится за Германию, две страны на сегодняшний день реально заступятся за Германию. И Польшу. Это Америка и Англия. Все остальные будут получать такую же озабоченность, как получают сейчас Украина. Слава Богу, что я здесь встречаю, пусть и немногочисленных, но русских людей, которые не зазомбированы московским карликом, и которые имеют трезвую позицию, и трезвый взгляд на жизнь, и которым нравится здесь жить. И которым нравилось бы жить у себя в России. И которым нравилось бы жить и в Украине. Которым бы нравилось бы жить где угодно. Но большинство из вас, вы меня извините, вы ненавидите всё, что вокруг вас. Вы, переезжая в страну, в другую страну, думаете, что здесь на вас упадёт благо, не понимая, что вы перевозите себя. Во-вторых, те, которые имеют огромные шовинистские взгляды на свою богоизбранность, на то, как вы когда-то победили Германию. Меня тоже вопрос к вам. А вам не стыдно здесь жить, подчиняясь немецким законам, ездить на немецких машинах? Разве так делают победители? О войне. Харьков держится, ребята. На сегодняшний день Харьков взять не могут. Куча подбитой техники, куча трупов, разбросанного в районе окружной Харькова. Всё это русские солдаты. Всё это солдаты. Всё это орки. Часть из них обмануты. Часть пленных говорят, что им сказали, что они просто едут на учения. Часть из них зазомбированы. И большая часть из них, друзья, уже в аду. Есть, конечно, богоизбранные, это те, кто попали в плен к нашим солдатам, к нашей армии. Им не будут простреливать колени. Их просто после нашей победы отправят назад к их матерям. Подлечив, откормив, именно так должна действовать цивилизованная армия. Те, кто не согласны, они, конечно же, уничтожаются. То есть, они на сегодняшний день оккупанты. Путин это Гитлер для Украины. Никакой разницы нет. Киев горит. Киев горит так же, как горел в 41-м году. моя мама, мой брат, как и многие мои знакомые, как и большинство украинцев, просидели, вернее, сидят уже больше суток в бомбоубежищах, потому что их спасают, пришли спасать русские братья. Кому вообще в голову может прийти такое сравнение? Никакие они нам не русские братья. Нет сил больше даже говорить. Мы эту войну вы навязали нам сами. Мы ее не хотели. Наш путь был цивилизационным. Он сильно отличался от вашего пути. Но нормальная страна, в которой все нормально с ботексом и со взглядом на мир, в жизни бы не додумалась атаковать другую страну только из-за того, что у нее другие политические взгляды. Вы вам почему-то внушили, что здесь власть держит националисты. То есть здесь, в Украине националисты. Да, наш мэр Харькова националист, действительно. наш сегодняшний мэр Харькова это вот кровавый националист, носитель визиток Яроша, мэр Днепра националист, да? А знаете, почему для вас они все националисты? Потому что все, что все, кто думает не так, как вы, те по умолчанию националисты. плюс пропаганда ваша вбивает вам в голову, что страшные националисты только ждут и видят, как бы пала Россия. Со вчерашнего дня, друзья, ждут и видят, как бы пала Россия весь мир, включая и вашего союзника Китая, ну, который союзник для вас, конечно же, такой. Как только вы ослабнете, Китай первый нанесет вам удар. Как только Украина ослабла, наши братики нанесли нам удар. Да, вы никогда не переживете того момента, если Украина будет успешнее, чем вы. Теперь, ребята, ко всем украинцам. Эта война по-настоящему покажет нам кто наш союзник, а кто нет. На сегодняшний день у Украины, на мой взгляд, настоящих крепких союзников нет. На сегодняшний день все смотрят, насколько мы сможем продержаться. Да, весь мир стоит на стороне Украины. Но стоять на стороне Украины и быть союзником это две большие разницы. Даже после таких критических слов я не могу не поблагодарить страны Балтии в первую очередь, Польшу, США, Германию, Англию и другие страны за то, что вы хотя бы так поддерживаете Украину. Ослабляя Россию экономически и выкидывая ее на задворки цивилизованного мира, вы, конечно же, вряд ли сможете остановить эту войну. Потому что экономические процессы и экономические потери они не мгновенны. Их очень тяжело мгновенно ощутить, а война она мгновенна. Я еще позавчера чувствовал собственной шкурой, что будет утром нападение. Я проснулся за 10 минут до нападения. Просмотрел Фейсбук, все было спокойно. И буквально через 10 минут первая новость. Харьков бомбят. Я набрал брата и он мне это подтвердил. Я представить себе не могу даже в страшном сне то, что мы могли вам сделать такого, мы жители Украины, говорящие на многих языках, что мы могли вам сделать такого, чтобы ваш ботоксный гном дал приказ вашим же оркам атаковать нас с такой силой. где-то 10 минут назад на примере многих русских проживающих здесь я думаю, что я дал ответ на этот вопрос. Теперь я хотел бы обратиться конечно к тем моим немногочисленным подписчикам. мне очень хочется верить, что это не так, но если среди вас друзья, те, кто поддерживает Путина, вот здесь появится галочка как подписаться на мой канал. Сделайте ровно наоборот. Идите нахер. Идите нахер с моей страны. Идите нахер к себе. У вас огромная страна с огромным потенциалом. Только руки ваши корявые и вы ни черта никогда ни в какой исторический момент не можете с этим огромным потенциалом сделать. Петр Первый завозил умных людей из Европы. Мне кажется, что и для современной России это единственный выход. Это единственный выход завести умных людей из Европы, из Америки превратить свою страну настоящего лидера мира вместо того, чем она сейчас является. Если бы у вас не было ядерной дубинки, которую даже не вы изобрели, а она была украдена технологией, у немцев доработаны немецкими инженерами, доведены до ума советскими учеными, советскими учеными. И действительно, эта штука должна была использоваться только в том случае, если Советскому Союзу будет грозить реальная, а не выдуманная вашим ботексным карликом угроза, только в этом случае вы бы ее применили. А сейчас это ПОЛО бегает по всему миру и размахивает этой ракеткой, которую даже не он изобрел. Потому что других убеждений, вы посмотрите на него, других убеждений у него просто нет. Это страшно, друзья. Одумайтесь, выходите, выходите в России, поднимайтесь, снимайте этого там, где он сидит. Он достаточно насиделся. Ему самое время теперь и повисеть. Сделайте для него хорошую виселицу и вздернете его. Слава Украине!